Приветствую вас дорогие друзья и подписчики канала. Вы смотрите еженедельную рубрику автоновостей любителей УАЗ и не только, которые у нас выходят каждую пятницу в 16.00 по московскому времени. Ну а сегодня в выпуске разработчик электрического профи готов выпустить и электропатриот. УАЗ профи превратили в кабриолет для туристов. И в завершении поговорим как в Японии продолжают продавать лады несмотря на санкции. Обо всем этом сегодня расскажем подробно. Ну а вы напомню смотрите канал спецтюнинг УАЗ. Так что не забывайте подписываться и мы начинаем. Российская стартап компания электромобили Мануфактуринг РУС, которая собственными силами разработала электрическую модификацию грузовика УАЗ профи, готова перевести на электротягу и пассажирский внедорожник УАЗ Патриот, о чем рассказал руководитель компании Илья Рашкин. Поскольку профи и патриот созданы на одной базе и широко унифицированы друг с другом, нет никакой технологической сложности в том, чтобы использовать во внедорожнике электрическую установку, разработанную для грузовика. Но пока электромобили Мануфактуринг РУС сконцентрированы на том, чтобы запустить мелкосерийное производство электрический профи, который носит собственное название EVM PRO. Электропатриот глава стартапа охарактеризовал как классную идею, но ниша на рынке для него пока узкая, поэтому его выпуском займутся позже. Что касается грузовика EVM PRO, то на него уже есть пул заказов, поскольку эта машина дешевле в эксплуатации на 35-45%, чем традиционные LCV с бензиновыми, дизельными или газовыми моторами. К середине лета 2022 года EVM PRO получит одобрение типа транспортного средства, а именно документ, который позволит начать производство и продажи машин. Ну а мелкосерийный выпуск электрогрузовика начнут уже в сентябре 2022 года на мощностях технополиса Москва в столичном районе «Текстильщики». Стоить же такой электропрофи будет от 4 миллионов рублей. Однако по госпрограмме поддержки покупки электромобилей в кредит или лизинг цену удастся снизить на сумму до 925 тысяч рублей. Небольшая нижегородская фирма «Универсал НН» переоборудовала УАЗ-Профи с двухрядной кабиной в необычный спецавтомобиль, а именно кабриолет со складным тентованным верхом, фото которого компания разместила в своем официальном телеграм-канале. Машина создана для туристических экспедиций в горах. Ну а как ее сделали? А именно из кабины вырезали панели крыши и заднюю стену. На шасси водрузили оригинальную грузовую платформу с композитными внешними панелями и фонарями от УАЗ-Патриот. После смонтировали трубчатый каркас, а в кабину варили несколько усилителей. Как выяснилось, в кузове туристического УАЗ-Профи 8 пассажирских мест. Причем гнезда для крепления организованы так, что можно будет варьировать компоновку салона. На случай непогоды в кабриолете также предусмотрен тентованный верх с полиэтиленовыми окнами, которые нужно будет пристегивать вручную. И такая процедура занимает всего несколько минут. Ну а о стоимости такого спецавтомобиля на данный момент не сообщают. В свою очередь стандартный УАЗ-Профи с двухрядной кабиной в России сейчас стоит от 1 миллиона 637 тысяч рублей, базовая конфигурация которого предполагает 2,7-литровый бензиновый ЗМЗ-Про на 150 лошадиных сил, механическую коробку передач и задний привод. В Японии продолжаются продажи автомобилей Lada, несмотря на антироссийские санкции правительства этой страны. Компания Lepornas, которая в 2021 году получила статус эксклюзивного продавца Lada на японском рынке, в настоящее время предлагает классические Нивы и спортседан Lada Vesta Sport. Из постов в твиттер-аккаунте Lepornas следует, что поставки Lada в страну восходящего солнца осуществляются и после 24 февраля. Однако фирма предупреждает своих клиентов, что доставка товаров из России в Японию будет запрещена уже после 18 июля 2022 года. Поэтому Lepornas впрок завезла помимо автомобилей еще и запчасти. И также напомню, что помимо Lada японцам доступны внедорожники УАЗ Хантер и фургоны УАЗ Буханка, но после 18 июля их ввоз также будет невозможен. На сегодня это были все новости. Пишите свое мнение в комментариях, а также пишите о каких новостях стоило бы еще поговорить в этом выпуске. Не забывайте ставить лайки этому видео, делитесь им с друзьями. И хочу напомнить, что сейчас новостные рубрики выходят у нас по пятницам в 16.00 по московскому времени. Так вы будете точно знать, когда выходит новый ролик, и сможете первым его посмотреть. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого, и ставьте колокольчик. Ну а у нас на сегодня все. Так что всем спасибо за просмотр и пока.